ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ляша Абегалиева в большинстве лидирует в этой встрече. Ну и вообще численное преимущество Акбаса так интересно. Но выглядит заиграло. Оно красочками во втором периоде благодаря тому, что Шипачев получил время и пространство в свое распоряжение. В любое другое время он бы создал собственную вселенную. Но тут ограничивается созданием голевых моментов. И будь они поудачливее, партнеры имеются в виду, а счет бы был отнюдь не минимальный в пользу казацкой команды. Ну да, что теперь? Горевать-то. Семенов попадает в конек Гуськову. Грамотно Матвей защищался над этой ситуацией на синей линии. Провольнев сокрушает Семенова. Здесь Панюков ушел от слепшего, но опять попал под 45-й скорой. Провольнев просто терроризирует соперника. Вот теперь бросок поворотом. Была попытка подправить со стороны игроков казанской команды. Ляпкин. Шайба до него не доходит. Панюков в этот раз видит цель, верит в себя, но не замечает Рейдеборна, который парирует эту шайбу. И вот теперь уже казанцы почувствовали вкус к позиционному нападению. Таких атак в первом периоде вообще, по-моему, не было в исполнении Акбарса. Бранков с неудобным и на добивание еще один шанс. Но красные щитки Рейдеборна снова принимают эту шайбу на себя. 100 секунд до конца второго периода. Акбарс идет вперед. Лучебников вбрасывает воздухом. Сергеев на шайбе первый. Причем не избавляется от шайбы и, наверное, зря. Сафонов коршуном налетает на него. Пас в направлении Воронкова. Тому не дают переправить шайбу ворот. Воронков выдавал вот такие передачи от лицового борта в касание. В том числе и с неудобной руки в регулярном чемпионате. Сейчас пытался исполнить что-то похожее, но этот пас не прошел. Ну, ну, а этот мотор бросился неудобно. И я вообще так даже немножко удивил, что она тут от Рейдеборна отскочила. Потому что бросок, ну, не сильный, с неудобной на вроде такой высоте. Ну, если вратарь сидит, значит, как, по идее, должен ловить намертво. Я просто думал, что там такая позиционка идет от Барса. И вот, наверное, Воронкову не стоило. Хотя, с другой стороны, получилось-то очень даже неплохо, учитывая добивание. Да, два момента. Воронков создал, но в этом эпизоде, вбрасывание у ворот ЦСКА. Каменьеву не удалось оставить точку за собой. Наброс на петакло в лицо у борта. Но Лукоянов не смог под шайбу подстроиться. Борется теперь за нее с Нейстеровым. Отбирает ее в армейского защитника. И бросок в ближний угол. Артем Лукоянов не ищет сложных путей. Есть возможность. Бросай. В баскетболе бы цены ему не было. Там же как. Взял мяч, бросай. Но там ограничение по времени имеется. Последняя минута. Да, второго периода. Лукоянов теперь попадает по Классуна. Класс уехал. Класс и остался. Радулов расшибается. О, короткий борт в лепешку. Но мгновенно вскакивает на ноги. Капитан Казанцев продолжает искать шайбу. Армейцы не могут выбраться из зоны. Лямки на Радулова. Радулов поднимает голову. Переводит на Думчука. Тот не стал бросать. Ого. Вот это техника. Слушай, но вариант какой. Во-первых, агварцы разминаются воланчиком. Да, мы видели. Вы тут по шайбе попасть, наверное, не проблема. Во-вторых, задача Сафонова здесь была, как можно быстрее доставить шайбу до пятака. Прими там сначала, потом подстроися клюшкой. Не, он сразу на пятак. Понимаете, здесь в ряд не в силе, а в неожиданности и быстроте. Поэтому вот так ногой сразу туда. Валерию Карпину на заметку. 9 секунд с половиной до конца второго периода. Армейцы это вбрасывание выиграли. Шайбу выбросили, но проброс. Две секунды с половиной. А в барсах все еще есть. А, Семенов. Семенов тут. Ну, это так, ну, от разговора про вбрасывание. Петров встанет, да, прям под... Я думаю, что там и воинов встанет. Во. Ну, правильно. Они встали так, чтобы вот шайба не вышла из зоны вообще никак, если Семенов выигрывает. Ну, в центр или направо. И он выигрывает подбросок Петрова. Но этот бросок успевает Матвей Гуськов заблокировать. Причем шайба попадает ему в руку и морщится от боли. Гуськов направляется к своей скамейке запасных. 2-1. Акбарс выигрывает после 40 минут игры. Артем. Опять коротко. Коротко. Игра поменялась. Ты знаешь, мне кажется, что ЦСКА так здорово, проведя первый период, вышел на второй. Как будто бы думая, что опять будет вот так же легко. Акбарс изменился. Краткость сестра таланта. Артем-то справился. Ты в танцах. Ульяна Ануфриева готова взять интервью по горячим следам второго периода. Ее собеседник игрок ЦСКА Ульяна. После второго периода с нами игрок команды ЦСКА Ярослав Дебленко. Ярослав, в первый период ЦСКА выиграл по броскам, по взрасываниям. Во втором периоде все же все поменялось. Так сказалось, дальняя скамейка? Нет, потому что мы в первом периоде делали простые вещи. У нас получалось и было много моментов. Во втором периоде перестали это делать. Просто нужно сейчас на третий период настроиться и продолжать как в первом периоде. И все у нас получится. И будет много моментов. А такой счет после такого сложного периода это хорошо для ЦСКА? Ведь могло бы быть и больше шайб? Ну не знаю, как хорошо. Мы проигрываем 1-2. И это всегда плохо, когда проигрываешь. То есть мы не смотрим, что могло бы больше шайб быть. Нам надо наладить свою игру просто сейчас. О чем говорил тренер во время периода? И наверняка об этом же пойдет речь. Поделитесь? Ну, играть просто так же, как в первом периоде и все. И ничего от нас не требуется сверхъестественного. Не надо ничего придумывать. Просто играть в свою игру. Спасибо за комментарий. Хорошей игры. Коллеги, вам слово. Очень основательное и выдумчивое интервью от Ярослава Дубленко. Ну и смотрите, статистика второго периода. Акбарс превосходит ЦСКА по броскам в створ. Конечно, помогло большинство, которое казанцы один раз реализовали быстро. Другой раз не смогли, но все эти две минуты были непростым испытанием для армейской обороны. Плюс казанцы добавили на вбрасывание. Резко. 17-6 в их пользу во второй с 20 минут. Ну и вот момент, где, да, Семенов без передачи, но он выигрывает в раз, не едет на смену. Ну и последний пас от Шипачева. Игроки ЦСКА как... Ну вот Каменев, когда располагался в центре, мне кажется, что он слишком понадеялся на то, что он перекрывает линию передачи, а там все-таки Шипачев, который, ну, считайте, любой пас может отдать. И ведь она доходит до Каменева, до Каменева, до Галиева. А тот попадает, ну, идеально. Просто идеально. Да, пальцы вверх. Ну и, кстати, все голы в этом матче исключительные по точности броски. Просто хирурги сейчас смотрят и понимают, да, эти парни с нами одной крови. Было еще попадание в перекладину у Сафонова после рикошета от клюшки Провольнева. Лада этот эпизод завел в тот момент... Исключительный по точности бросок удался нападающему казанской команды. Знаешь, как я мелькнула мысль, Артем в перерыве, и спешу ей с тобой поделиться, обсудить. Что, если ЦСКА во втором периоде взял такую небольшую паузу для того, чтобы навалиться на ворот соперника в третьем и решить судьбу этого матча? Потому что мы обращаем внимание на то, что так немножко снизили активность армейцев и не создавали таких моментов гибели у них в первом периоде. Ну, я думаю, что такой план вряд ли был изначально в голове у игроков ЦСКА. Но, с другой стороны, ЦСКА как раз по ходу этого плей-офф приучил нас к тому, что команда в нужный момент собирается, как по щелчку пальцев, это во-первых. А во-вторых, то, с какой интенсивностью ЦСКА проводил первый период, настраивало на мысль, что рано или поздно пауза в игре потребуется игрокам ЦСКА. Потому что играть на такой интенсивности запредельной, да еще и против Агварс, который сам команда мощная, достаточно сложная. Ну, сейчас, знаешь, так можно тогда еще попробовать повспоминать, а сколько ЦСКА играл, две семи матча и так далее. Нет, это когда сейчас вспомним про два полета в Владивостоке, сойдет с ума. Да, да, да. Поэтому не надо просто. Кагарлицкий забирается в зону, но здесь Ярослав Дыбленг так же основательно, как давал интервью, оттирает Кагарлицкого от шайбы и говорит, вы не проходите в нашу зону, по крайней мере, пока. Кагарлицкий, тем не менее, настойчив. Шипачева шайба доходит и бросок через клюшку соперника. Но, тем не менее, шайба летит в двор, Рейдеборн реагирует. А вот здесь Шипачев просто выдает передачу на Петрову, тому не пробиться, пробивается Журавлев, но Рейдеборн снова на месте. Шипачев на возврате, подхватывает шайбу, которая отскочила от Константина Акулова и уходит на смену Журавлев, Лукоянову, того атакует Сергеев в момент приема. И Белялов вступает в игру по стеклу, надежно для вратаря, но крайне неудобно для потенциального адреса от передач. Так что шайбу казанцы из зоны не вывели. Матвей Слепшев на коробке хочет вернуть Корнаухову, но там уже новый герой появляется у ЦСКА. Это Матвей Гуськов, который заблокировал бросок на последних секундах второго периода. Шайб попал ему в руку, так тряс ей Матвей ожесточенный, ну и вытряс, видимо, всю эту боль. Вырезает на патачок, бросок Слепшева. И Матвей Гуськов выигрывает борьбу под воротами, бросать ему было неудобно. Вот он как раз в ЦСКА в своем фирменном стиле оказывает жидкое давление на пятак ларом соперника и заставляет вот так пробрасываться. А смена-то была напряженная. Журавлев-то там уже точно минуты-полторы на льду находится. С другой стороны, Лучебников очень спокойно, знаешь, со знанием дела взял и выкинул ее просто через борт на проброс. Зайдет и так. Ну а вот моменты, которые были в первом периоде. То есть опять Корнаукову сейчас в целом даже удивительно его не встречали. Вот тут вот на этой штанге. Я даже думаю, что он мог еще дальше поехать. Истерокс не стал бросать, хотя казалось, что шайба удобна для армейского капитана. Вылетает классом наброс. И вот такое впечатление, что немножко не контролировал полет шайбы Белянов, но она его нашла. Там на последних парах бензина катил на смену Лукоянов. Он за ему калитку открыли. Он вот этот порожек одолевал, как альпинист последние шаги к вересу. А его снова возвращают на лед, потому что опять проброс оказался. Тут всегда самое обидное, знаешь, когда ты с дальнего борта прям бежишь, стараешься, и ты понимаешь потом, что проброс оказывается. И ты только еще больше сил потратил. Журавлев через борт. Ну, слушай, где два проброса подряд, там и три проброса подряд. Это опять же лишняя пауза. И Лукоянов тут уже на опыте. Выключил ноги. И так на катику возвращается к своим воротам. Заложил вираж в средней зоне. С другой стороны три проброса подряд. Это секунд 45. Пока там шайбу возьмут, вернут и так далее. Ну, вот о чем и речь. От паузы для восстановления. Все логично. Делают казанцы, раз уж ты говоришь. Лучебников со знанием дела выбрасывал при наличии партнеров, которые долго не менялись. Тут тоже сам Бог велел продолжать придерживаться этой тактики. Которая, как известно, у людей бывает с самого начала. Галимов вбрасывание проиграл. Нестеров Классанов. Классанов попадает в Доника. И тут же Лукоянов распростерся буквально перед Нестеровым, стремясь поймать шайбу на себя. Армейцы выигрывают подбор. Нестеров через борт на пятак пытался доставить. Но угодил шайбу в закруглении ворот. Тем не менее, завладел ей мамин. Попытка номер два. И снова закругление играет за Акбарс. Там главное в желтую вот эту штуку, в плинтусе, скажем так, бросать. Потому что отбор, наверное, так не отскочит. А вот теперь с неудобной, похоже, Перекладина спасает сейчас Казанцев после броска Григоренко с неудобной руки. Едва очередной шедевр не родил этот художник с Дальнего Востока. С той же точки, кстати. Да, Маминка. Мамина, Григоренко. И здесь немножко диссонанс попали Григоренко и Сомкин, который открывался на дальнюю штангу. Но шайба-то у армейцев по-прежнему. И вот теперь по воздуху. Без проброса. И, конечно, меняются. Казанцы, Лукоянов. Да буксир по-рубому было брать. Но, тем не менее, докатил он до скамейки. И вот сейчас устроится поближе к кубку на скамейке запасных своей команды. Армейцы снова привозят шайбу к чужим воротам. И снова начинает копать у бортов пас Акулова. Каменев бросает в обор. Но Белялов выручает свою команду. Каменеву было сложно. Соперник рядом. Из-под него шайба выскакивает. Но вот Акулов сразу же с разворот. То есть, вы даже обратите внимание, шайба коснулась крюка Семенова вот здесь. Но почему он не перехватил? Почему он не откинул ее там куда-то сразу? Да потому что Акулов делает очень неожиданный пас. Так, ну и вот попадание Григоренто. Куда? Ну так плечо, наверное. Ну, может она так и облизнула там каркас. Но моменты у ЦСКА возникают. Карнаука вылез на пятак, бросил. Момент у Григоренко тоже с пятака. Момент Каменева прямо сейчас. Я так понимаю, что Семенова снова выпускают на точку выиграть вбрасывание. Потому что там заминка еще какая-то возникла. Но нет. Сафонов, Панюков и Семенов. Вот такой сейчас состав на льду у казанской команды. Сафонов. Бах. Неудобно было бросать Семенова. Но теперь пытаются, ух ты, подставляет Сафонов. И Шаева так полетела в направлении дальнего угла ворот. Но, по счастью, для армейцев разминулась. Шайба с сеткой. Ну что, удалось дать немножко передохнуть своему вратарю казанцам. И тут же потеря. Слепшев бросал, но Лямкин заблокировал этот бросок девятого номера ЦСКА. Карнаухов. И опять по борту, по борту, по периметру. Армейцы шайбу довели. Бросок в направлении дальнего угла. Вот Сергеева, который подключился к этой атаке. Провольев переводил на подключавшегося слепшего. Но до того шайбы не дошла. Шипачев. Так, на грани. Но, тем не менее, зацепился. Далее ногой Петров за синюю линию. Не было положения вне игры. Бросать уже было Кириллу Петрову не очень удобно. Можно играть. Показывают армейцы здесь проброса не будет. Воинов ставит корпус. Но настырный полтапов едва не добывает шайбу. Для своей команды. Юдин оставляет Шипачеву. Шипачев, Войнову, на свободное место. Войнов. Не дай, как он оказался. Да, причем и не собирался даже. На что рассчитывал Войнов в этой ситуации? Я сейчас вспоминаю твои слова, конечно. Вот про этот план армейский. Ну, якобы план. Но, в принципе, так-то работает. Вот то, что ты говорил. Относительно второго берега. Сейчас ЦСКА совершенно иначе играет. Активнее и так далее. Ну, здесь понятно, что еще и счет диктует образ действия армейцев в этой 20-ти минутке. Шесть минут Казань продержалась. Полтапов забирается в зону. Рулит на пятак. Бросок поворотом. Выманивает на себя Белялова. И Белялов снова выручает свою команду. Но опять аплодисменты профору Полтапову, который вновь индивидуально создает отличный момент. Куча живых ворот. Я вот чувствую, что в четвертом звене ЦСКА, да, там, Абрамов, Менгачев, но вот именно Полтапов делает опасно. Из раза в раз. Полтапов вообще делает разницу между четвертыми звеньями. Здесь пробовался. Ну, как посмотреть, там ведь шайба Лукоянова. Ну, вот, смотрите, просто удивительно. Вот он, считайте, без скорости. И как-то вот Юдин на Евсееву понадеялся. Или друг на друга. И Полтапов прям между ними. Ну, он классно все сделал. Да и Белялов-то спас по большому счету. В падении Полтапов бросал вправо и относительно Белялова угол ворот. И Казанский голкипер не подкачал. Вараков. Крутится, вертится. Просить Варанкову не дают. ЦСКА движется вперед. Вне игры Соркин чуть-чуть потратился. Ну, понимаешь, а вот если бы он остановился бы, тогда бы он и не открылся. Да-да-да, вот в том-то и дело. Соркин чуть-чуть потратился. Продолжение следует... Возвращаемся на Датнефть-арену. Возвращаемся на Датнефть-арену. Возвращаемся на Датнефть-арену. Возвращаемся на Датнефть-арену. Воронков все-таки нашел свой гол на пятаке. Возвращаемся на Датнефть-арену. 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 В чужую зону Мамин тут пытается выскочить из-за спины Лукоянова. И Артем опять верхом расчетливо, избегая проброса. И давая возможность партнерам поменяться. Сам с дальнего борта Лукоянов даже не побежал на смену. Тут уже Радулов и Сафонов вышли. А Лукоянов вот только сейчас освобождает место для Воронкова на площадке. Но в конце концов имеет право. Первая шайба в этом матче на счету Лукоянова. А Лукоянов подождет. Очередной проброс у казанцев. И мгновенно армейцы проводят смену. Они не хотят давать сопернику лишних секунд на передышку. Естественно важнейший момент этого бросования. Одно дело пробрасываться постоянно. Другое дело если после пробраса выигрываешь. Каменев провел производственное совещание с Соколовым. Тот становится прям за спину к своему центральному нападающему под бросок. Воронков на точке у казанцев. Шайба приходит к Акулову и бросок. Но шайба до Белялова не долетает. Каменев на коротке. Здесь Лучебников. И Лучебников по воздуху. И снова меняются казанцы. Белялов. Опять через стекло. Надежно. Да. Удобно партнеров принимать. Нет абсолютно. И за счет этого армейцы снова возвращают шайбу себе. Здесь Акулов доставляет. Это бета, как бросок с неудобной руки. А Белялов отбивает. Каменев. Снова позиционная атака у москвичей. Закручивается. Бросок поворотом. И Белялов. А ловушка его прогладывает. Эту шайбу как голодный удар. Пару кроликов. Мне кажется, сейчас Дитс просто на силу пытался щелкнуть. То есть никого перед воротами. Ну, не Белялов. Там всех растолкали. И вот прям было видно, как Дитс вкладывается в этот щелчок. То есть напытался на силу, но все же вряд ли такое заходит. Ну, хоть руку Белялову отбил. Подумал ударом. Ну, вот, пожалуйста, к вопросу об армейской универсальности. Корнаухов вместо Гуськова становится на точку. Хотя именно Матвей был заявлен центральным нападающим в этом звене. Не исключено, что вот то попадание в руку дает о себе знать консотки второго периода. И поэтому Корнаухов располагается на точке. Выигрывает очередной вбрасывание Слепышев. Может быть, чуть поторопился Слепышев с этим пасом. Рейда Борн контролирует ситуацию. И какое уже проброс-то. Два к Барсу очень много в третьем периоде. Другой стороны время уходит. Поэтому так, ну, оно стоит, пока арбитр возит шайбу туда-сюда. И так оно уходит в час по чайной ложке. Галинов выигрывает это вбрасывание. Адам Чук у него было несколько мгновений. И, наверное, мог их использовать получше. Шайбу из зоны снова не выводит Акпар. Скорнаухов, Гуськов там повязанный борьбой. Тем не менее, продолжает пытаться подвинуть эту шайбу ближе к воротам соперника. И вот тут есть возможность для контратаки. Дыняк создает этой атаке ширину. Дожидается Галимова. А все остальные на смену. И вдвоем против пятерых сейчас. Галимов и Дыняк оперируют. Журавлев попадает в конек Гуськову. Тоже такое неприятное попадание для Матвея. Но он остается на льду. И вот уже вот так. Худо-бедно. Позиционочка у Акпарса начинает ватанцовываться. Бросок Журавлева в створ. Заставляет Рейдеборна вступить в игру. И за 8.28. Вбрасывание у ворот ЦСКА. Пауза у нас. Пауза у нас. Пауза у нас. Пауза у нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok СССР за 8.28 до конца основного времени этого матча Будут настаивать на этой формулировке Поскольку СССР в этом сезоне, в этом плей-офф конкретно Он как-то так убедил в том, что безвыходных ситуаций не бывает Правда, сейчас проблемы у игрока армейской команды Лежит на льду Да, Максим Мамин А он тоже из числа тех русских машин, которые никогда не ломаются Но вот Здесь Оу Дружественный огонь В принципе, мне кажется, что там просто элемент неожиданности То есть, классно, так с разворота рукой попал в район подбородка Мамину Он там даже не то, что попал в ухо И вот это так могло Мамин это встряхнуть Видите, у него явная такая дезориентированность пространства И под руки персонал уводит Максима Мамину в раздевал Ну, учитывая, как Мамин играет И как он играл в последней серии Особенно там И чуть ли не в каждом матче голы Но даже его отсутствие там, ну, условно говоря, 5 минут Это вполне возможно для него две смены Максиму здоровья Максиму здоровья, но эпизод такой очень неприятный для армейцев Обидно, когда финал теряет людей, которые способны создавать моменты и забрасывать шайбы Ну и вместо Мамина Паутапа, посмотри На льду сразу же Паутапов снова ускользал от Сафонова На тот последний момент все-таки добрался до шайбы из-за плеча Соперник и не позволил Прохору снова выбраться через дальнюю штангу На пятак Паутапов брал паузу И тут уже Семенов выдвинулся, помешал Прохору сделать передачу Армейцы проводят смену Ну, а казанцы так уже откатились ближе к своей синей линии Галиев выдвинут вперед Вот тут Панюков помогает И Панкратов Пытался прорваться по левому флангу Но, конечно, Панкратов играет мало Он 13-м нападающим взаимную встречу Галиев! Ух, мог сейчас вообще точку поставить В этом матче Стас, но не попал В ворота Ну, скажи, временами, конечно, на Макару чуть-чуть не хватает опыта Адамчук Оу! Продолжение следует...